Всем привет! Меня зовут Грифон и вы смотрите прохождение Ведьмак 3 Дикая Охота. В прошлой серии мы завершили задание Золото Дураков. Вот мы у входа в пещеру. И мы отправляемся в особняк Риордонов. Тут недалеко. Сделаем небольшой крючок. Напомню, что это задание нам дала женщина... Забыл, как называется деревня. Память дырявая в Залипье. В деревне Залипье нам дала. Мол, ее выгнали, но она благородных кровей. И у нее есть особняк. Но он заброшен уже некоторое время. Люди говорят, что там поселились чудовища. И она нас попросила разобраться с этим. Если там есть чудовище, выгнать их. Вот мы и отправимся... Так, куда это ты скачешь? Осматривать особняк. Осматривать особняк. С ним есть... Не знаю, как выразиться. Хитрость, особенность. Сейчас мы доскачиваем. Я ее озвучу. Чтоб это было наглядно. Причем вот этот особняк. Поместье Риордон. Что нам написали. Покинутое имение некогда известной семьи Риордонов. Состоящей в родстве с королевским домом Лалуф. Без понятия, что это за королевский дом Лалуф. В общем, что за особенность. Если мы переносим сохранение из второго ведьмака. Вернее, если не переносим и играем в чистую игру. Или неправильно их переносим. В общем, здесь будут призраки. Если же мы перенесли правильное сохранение со второго ведьмака. И не убивали Лето в конце второй части. То он окажется здесь. Вот мы и посмотрим. Я переносил сохраненки. Должно быть об этой усадьбе, старушкой говорила. Ну, правильно ли я их перенес? Сейчас мы это увидим. В общем, тут должны быть ловушки. Так, с этим разобрались. И мы в прошлом задании, если вы помните, немножко игра глюканула. И в пещере Геральт озвучил, что расставлены ловушки. А призраки и чудовище не расставляют ловушки. Это вот как раз относилось к ним. Вот, пожалуйста, еще обезвредить. Так, с этим разобрались. Ну, их тут дофига. Растяжка. Вот и все дела. Не будем их все, наверное, обезвреживать. А хотя больше нет, есть все-таки. Давайте отправимся. Во-первых, посмотрим, что у нас тут. Какое-то движение. Сейчас взевать не стоит. Звук откуда ты оттуда? Так, вот они, призраки прошлого. Используя ведьма чуть-чуть ее, найти источник шума. Это мы успеем. Половник, пожалуйста. Близнецы? Надо думать, это и есть брат-старушки. Глянем, что тут на втором этаже. Кружка. Подсвечник. Веревка. Да, не густо, не густо. Старушка еще говорила, что она здесь. У нее запопочки. Зараза. Не говори. Попались. Вот он. А что обезвреживать? Уже попали. Так. Растяжка. А, вон. Сундучок. Интересно, как он двери. От сарая. Я вот не помню, есть ли смысл туда идти. Пока мы лазили, уже истемнело. Чудеса Зериканий. Мы уже читали эту книгу. Гномские проказы тоже читали. Железная руда. Я думаю, достаточно тут лазить. Да что ж там мешать-то под ногами. Отправимся уже. Искать источник шума. Что-то тут не так. Обыскать сарай. Посмотрите, раз, растяжка. Вон, вторая. Вот и все дела. Растяжка. Вот и все дела. Аж три арбалета направлены. Что тут есть еще? Капкан. Так, с этим разобрались. Чердак. Как бы туда подняться? Может ее хватит, чтобы забраться на чердак? Посмотрим, что там наверху. Реакция тебя подводит. Мои ловушки не слишком тебе навредили? Лето? Признаюсь, тебя я тут встретить не ожидал. Ты с ними? А кто они? Для императора наемники. Сами себя они называют охотниками за головами. А для меня это обычные ублюдки. Что ж, меня ты можешь не опасаться. Я принял заказ от одной старушки. Обещал ей избавиться от чудовищ. Здесь я тебя уже выручил. Надеюсь, ты не забудешь об этом, когда пойдешь за наградой. Хорошая мысль затаится там, где полно чудовищ. Благодаря этому случайные люди здесь не вертятся. А к приходу не случайных я приготовился. Убийцы? Император решил избавиться от неудобного свидетеля. После Лок-Муинна я встречал много желающих меня убить. Теперь понятно, зачем все эти ловушки. Приходится быть осторожным. И видно, не без причины. Эти на заблудившихся путников не похожи. Само собой. Значит, Людвиг меня продал. Людвиг? Старый знакомый. Работал я с ним как-то. Это он навел меня на это место. Ты что-то расслабился. Дал заманить себя в ловушку. Все ловушки, которые здесь есть, я расставил сам. Надо от них избавиться. Ты идешь? У нас есть план? Будем импровизировать. Такс. Обмажем меч маслицем. И отправимся на выручку. Ой. О, блин. Это... Сволочь. Сворлучный. Как ты, блин, зараза. Что-то я с последними вообще напортачил. Видели, как он поменялся? Моделька поменялась. Слабовато они вооружены для наемных убийц. Это только разведка. Проверяли, не обманул ли Людвиг. Остальные тоже где-то рядом. И твой старый знакомый, должно быть, знает, где именно. Только он знал, что я здесь. Значит, он им все и рассказал. А теперь я с ним немного поговорю. Разговор обещает быть интересным. Я бы с удовольствием на это посмотрел. Так, пойдем вместе. Приведи двух ведьмаков. Язык у него развяжется куда быстрее. Держись рядом. Это место хер найдешь, если не знаешь, где искать. Так. Надо полагать, Людвиг, это не лучший твой друг. Держись поближе! Да подожди-то, дай собрать-то. У нас еще тут покромсали. Нехило так. Еще здоровечко восстановить. И вообще, мы еще в сарае не взяли заначку. Долорес, которую она нам в награду хотела отдать. Сейчас поглядим. По-моему, она где-то вот в сарайке. Ух ты. Не в этой, наверное, части. Да, в другую. Но что там опять? Что-то вечно под ногами здесь. Попадается. Да что ж ты. Лошадь, лошадь. Замок открыт. И где-то, где-то... Где-то здесь жили. Долорес. Ммм, там что-то есть. Шкатулка? Как она выезжает-то сама? А вот сто монет мы заработали. На том, что проверили. Поместье. Но... Если бы убили призраков, то же самое было бы. Мы нашли бы эту заначку. Взяли бы сто монет. Так, где наша платва? Вон она. Эй-эй. Я тебе с тобой поговорить хотел. А он не хочет. Ладно. Потом с ним поговорим. Ладно. - наверное надо было все-таки до утра еще подождать потом как-то на ночь глядя рванули нет я ее налево она все равно хотела прямо поехать настырная какая опачки куда это он сворачивает латва не так быстро вот это я подзабыл но как видите мы зачищали от бандитов и в угоду сюжета бандиты опять появились ой это наверно зря сначала поговорить было зараза здравствует рад видеть тебя живым и здоровым неужели ну как же мы в конце концов старые товарищи а этот вот кто геральт из ривии ведьмак еще один ведьмак что же у вас тут заказа много в этих местах садитесь может выпить и чего-нибудь я не пью с предателями и продажными шкурами ну и что говоришь ты на моей территории в усадьбу нагрянули люди вестера только ты знал что я там сам говорил что они идут по твоему следу может они тебя выследить с твоей помощью вы не пробовали здесь и пяти минуты уже успели меня дважды оскорбить такую сволочь как ты и оскорблять нечего внимание это ведьмаки ведьмаки не нападают на людей салон сделаем исключение да что ж такое то лежи спокойно не то истечешь кровью говори где люди вестера и я дам тебе зелье чтобы остановить кровь они к северу отсюда в залипе вот интересно сколько стоит жизнь старого товарища последнее время у нас скверно шли дела и мы попались под руку черным потом появился вестер он предложил половину награды за тебя и охранную грамоту императора сам понимаешь таким как он не отказывают понимаю а мое лекарство видишь ли людвиг таких как я не обманывают едем квестеру я с тобой так здесь пешеные собаки они меня зажрут с ним никак нельзя взаимодействовать все все собрали не знаю бить его можно да но чтобы не мучился раз лето ему не дал а зелья мы взаимодействует тоже не можем но зачем его оставлять на съедение диким животным вперед плотва хотя да предатель есть предатель но поскакали деревне залипи плотва не так быстро арно вестер нильфга артское имя родом он кажется из миттины но убивал повсюду от дальнего юга до драконьих гор я ним не слышал он брал себе разные имена брендан вильф аппо саксон манфред смешок манфред смешок хорошее имя для комедианта его жертвам было не до смеха он вырывал им зубы один за другим а потом разрезал рот от уха до уха так у нильфгардских уголовников наказывают за долги выходит он сделал завидную карьеру из преступников на службу к императору да ворон ворону глаз не выклюет что-то он решил по каким-то дебрям проехаться так сказать стыла зайти смотри вова думаешь они правда здесь не знаю но как я уже говорил я стал очень осторожным заметьте все куда-то поподевались хотя и ночь на дворе но все равно кто-то оставался на красивые иконе они сейчас стоят больше чем вся эта деревня а сейчас вообще никого не так лето опять куда-то спешит о мальчонка какой-то что в этом сарае сена у вас гости беги к родителям пусть заберут из дома все ценные и сматывайтесь отсюда понял вот молодец отдай это маме а теперь беги что-то дал ему компенсацию будь здесь и не вмешивайся чтобы не случилось заткни уши в что там такое мать вашу гром какой и что молчать Лето из Гулеты Рад видеть тебя живым и здоровым Забавно Второй раз за сегодня слышу эту ложь Это не ложь За живого я получу больше И сколько же? Хватит, чтобы прикупить усадьбу в Ковере И жить там припеваючи до конца дней Неплохо Не каждому везет узнать цену за собственную голову Большинство не хотят этого знать Но зачем ты пришел? Решил облегчить мне жизнь? Да мы тут мимо проезжали И я решил наконец взглянуть на славного Арна Вестера Ты мне льстишь Жаль не выйдет познакомиться поближе А что такое? Уже уезжаешь? Нет Просто я тебя сейчас убью Собрался меня убить? А ведь ты меня даже не знаешь Нехорошо Придется тебя за это наказать Но убивать я тебя не буду Просто отрежу тебе обе руки Всем поотрезаю руки Одному за другим И культяшки будут вам до конца дней напоминать Как вы ошиблись Сука, ебись ты конем Поговорить с человеком не дал Он меня спровоцировал Против тебя мы ничего не имеем Но одно неверное движение и... И что? Кончишь как он Ну, что скажешь? Идите своей дорогой, а я пойду своей Мудрый выбор Голову его берите и поехали Пора сваливать из этой дыры Ничего вы не будете брать Хотите доказательств? Возьмите медальон Нам нужна голова Ты один А нас трое Только пока я сюда добежал Лето с болтом в груди Завалил шестерых Как думаешь Сколько у меня на вас уйдет времени? Бен Бери медальон Пока бошку довезем Она сгниет еще По коням Двинулись Занглебарский яд Что-то не так Субтитры сделал DimaTorzok Ты еще тут Если бы не я Тебе отрезали бы Голову Ну вот ты и пригодился Мог бы меня предупредить Тогда в забавы не вышло Это блять Что такое было? Не так громко Геральт Я только что воскрес Кстати Занглебарский яд Еще может тебя убить Антидот есть? Ммм Вседельной сумки Сейчас выпью И через пару дней Буду как новый Зачем ты все это устроил? Я говорил Что за мной гнались От самого Локмуинна Их было много Как-то раз я попал в засаду Едва не погиб Тогда я решил Что с этим надо заканчивать Раз и навсегда Я разыскал банду Вестера И подкупил Арбалетчика Остальное ты знаешь Ты не боялся, что он тебя обманет? Так же, как Людвиг Пришлось рискнуть Ну, мой план себя оправдал Весть о том, что лето из гулеты Теперь хладный труп Моментально разнесется повсюду А мне остается исчезнуть Ты мог бы переждать в Каэр Морхене С твоими друзьями из школы Волка? Нет, спасибо Это плохо кончится Скажи им, что тебя послал я Они поймут Каэр Морхен, говоришь? Хмм Почему нет? Закончу кое-какие дела Я отправлюсь туда Тебе чем-нибудь помочь? Нет, спасибо Я сам справлюсь В таком случае Увидимся в Каэр Морхене До свидания Знаешь, чем приходится платить за их помощь? Так, статья обновлена Сейчас посмотрим Что там вообще про него написали Бывают такие старые друзья Встреча с которыми непременно заканчивается головной болью от обильных возлияний Бывают враги, при виде которых рука сама тянется к мечу Лето из гулета был для Геральта и тем, и другим Руки ведьмака-отступника из школы змеи были запятнаны кровью по меньшей мере двух королей севера Убитых по поручению правителя Нильфгарда Геральта обвиняли в их преступлениях, но он отстоял свое доброе имя Их последняя встреча в руинах Локмыни обошлась без кровопролития И Геральт не думал, что пути их еще когда-нибудь пересекутся Каково же было его удивление, когда наткнулся он на Лето на чердаке заброшенного дома в разоренном войной приграничье Оказалось, что прежний наниматель Лето решил избавиться от своего верного помощника И послал по его следу наемных убийц Учитывая обстоятельства присутствия еще одного ведьмака, казалось бы, для Лето весьма кстати Геральт не забыл, как Лето поддержал Йеннифер, а потому решил помочь старому знакомому разобраться с последствиями Чтобы сбить убийца следа, Лето задумал рискованный трюк – сыграть собственную смерть Геральт не был предупрежден, но догадался подыграть Лето И преследователи опального ведьмака отправились в освояти В полной уверенности, что разделались с убийцей королей Теперь Лето оставалось только исчезнуть Геральт предложил ему укрыться в Каэр Морхене И Лето, недолго поразмыслив, согласился Вот почему я выбрал вариант не вмешиваться Потому что если бы, в принципе, результат был бы один и тот же Кроме одной мелочи То, что Лето бы посетовал на то, что мы Разрушили его планы Теперь на место этих головорезов придут другие А так, вроде бы Мы полностью избавили Лето от преследования Так Где у нас тут Вернуться к Долорес Да, и по поводу награды мы так и с ним не поговорили И еще одно Один плюс То, что Лето Будет с нами в Каэр Морхене Позже Так, а где она? В доме? Вообще все А В этой В корчме она Вот она стоит А вот и ты Что с моим домом? Там уже безопасно Благодарю Это место столько значит для меня А ты случайно не находил шкатулки с моими сбережениями? Я видел ее Это очень щедрая награда Ты ее заслужил Мне пора Да хранят тебя боги В общем она должна будет вернуться В свое имение И если мы будем проезжать Когда-нибудь через него А мы скорее всего будем проезжать Мы увидим как она там Живет Так Восстановим Все Бомбы Перекладывая Те масла Эликсиры И Нам нужен кузнец вообще Дабы отремонтировать доспех Но Главное Продать То что нам не нужно А то у нас уже Достаточно Много всяких Кримеров И уже практически О, две Единицы осталось До перегруза Надежное оружие Для каждого Покажи свои изделия Давайте сначала Отремонтируем Чтобы у него денег Больше было А теперь По продаем ему А у него Сто монет Обалдеть Все Ноль А что у него еще есть Малый рунный камень О Это нам нужно Так Еще 110 монет Мы ему Дали И Вернем их обратно Так Это сколько стоит 7 монет 8 монет 12 И Все Это для него Уже неподъемная сумма Минимум 160 Нужно Чтобы он Это у нас Купил Все Прощай С этой Деревенькой Мы Пока Закончили У нас Еще есть Здесь Задание Но Заказ Таинственные следы Но Оно Для 20 Уровня Мы Вернемся сюда Как только Подкачаемся Что у нас Осталось И куда мы Направимся У нас Еще есть Юго-восток Земель Где мы Практически Не были Тут Чуть Чуть Зацепили Вот Сюда Мы И направимся Вот В эту Деревеньку Как раз И второе И второе Условие Это Правильно Перенести Сохраненки Со второго Ведьмака Ну По-моему Есть еще Вариант Когда мы Будем в купальне В изиме В начале игры Нас Нас Будет Спрашивать Я не Помню Какого В общем Какой-то Там Вояка Будет Нас Расспрашивать Что мы Делали Как раз Там Тоже Можно Выбрать Варианты То Что мы Не Убивали Лето Но Таким Способом Я никогда Не Пользовался И Не знаю Работает Леон Знаю Что Только Перенесение Сохраненок И Оставление Лето Вживую Все Все Так А отправимся Мы Уже Туда Куда Я Сказал В Следующей Серии А С вами Был Грифон Всем Спасибо За Просмотр Ставьте Лайк Подписывайтесь На Канал Пишите Комментарии И До Скорых Встреч